Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Более 10 лет мы выращиваем виноград. Наша коллекция составляет около 250 сортов и гибридных форм. За все это время мы вырастили не одну тысячу саженцев, и нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами поговорим о болезнях молодых саженцев винограда, которые мы выращиваем весной из черенков, и в частности об аидеуме. В стандартной ситуации череночки пустили корешки, мы их высадили в баночки, пошли красивые зеленые листочки, через некоторое время мы замещаем белый налет на вот этой зелени. Вот так это может выглядеть. Это аидеум. Ну и, конечно же, первый вопрос, зачастую который возникает, кто в этом виноват, почему он появился. А чаще всего вину перекладывают на то, чтобы был больной зараженный черенок, и, собственно говоря, оттуда и пошло заболевание. Конечно, исключать этого не стоит. Тем не менее, хочу пояснить, что те люди, которые профессионально занимаются выращиванием винограда, те, кто продает черенки, сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы их лозы были здоровыми. Чтобы они ушли здоровы на зиму, чтобы они хорошо перезимовали и так далее. Люди занимаются профилактикой весь сезон. Ну, конечно, повторюсь, на 100% исключать не стоит. Где-то что-то можно не успеть, где-то что-то можно не досмотреть. Все наши меры, которые мы принимаем, к сожалению, не всегда работают на 100%. Тем не менее, это не всегда вина виноградаря. Даже приведу такой пример. Мои постоянные зрители, кто смотрел прошлые сезоны, видели, что у нас прям такой стоял стеллаж с такими зелененькими саженцами винограда. И вот стоит один сорт. Все черенки взяты с одного растения. Они стоят все вместе, например, 20 саженцев. А заболевает из них только один. Вопрос, если был зараженный материал, почему не заболели все? Ну, это было бы логично, правильно? Вот прям такая эпидемия, скажем так. Но заболевает только один. Почему? Ну, вот так бывает. Откуда еще может браться аидим? Конечно же, из почвы. В почве много чего живет. И да, он действительно может там быть. И сразу я хочу предостеречь. Вот кто-то услышит. А, почва может быть зараженной. Значит, почву надо обязательно прокаливать, что-то с ней делать. Нет, ни в коем случае этого делать не надо. Почему? Потому что свято место, пустое не бывает. И то, что вы прокалите, все равно оно заселится. Какими-то микроорганизмами. И не факт, что хорошими. Может, этот самый аидим браться и просто из воздуха. Вот в нашем воздухе, которым мы дышим на улице, в наших квартирах, обитает огромнейшее количество микроорганизмов. Даже приведу вам такой пример. Когда я жила с родителями, у мамы была бегония. И росла эта бегония, наверное, год или два. Все было хорошо, она замечательно цвела. Ее никто не пересаживал, не менял почву. И вдруг она в один момент покрывается этой самой мучнистой росой. Новые растения, которые бы могли принести эту инфекцию, ну, их не было. Тем не менее, вот из ниоткуда взялся аидим. Да, такое тоже может быть. Просто понимаете, что вот, мир не стерилен. И вот здесь обитает огромное количество микроорганизмов, в том числе и вредных. Но вот развиваться они начинают только, когда появляются определенные условия. И почему аидим появляется в квартирах? Потому что сухой воздух. Много раз, когда я рассказываю, почему не надо спешить проращивать черенки. И что им в наших квартирах неудобно, некомфортно, им не нравится. Вот этот самый сухой воздух, он провоцирует появление аидима. То есть, да, где-то он может быть в почве, где-то он может быть в воздухе. Не исключаем, что может быть в черенке, в почке спрятавшись. То есть, да, ну, для того, чтобы он развился, надо еще определенное количество факторов. И вот эти факторы – это сухой воздух. Сразу скажу, что не страшно, не критично. И все можно достаточно легко исправить. Ну, только надо, конечно же, какие-то действия предпринять. Какие? Тоже часто на форумах, в чатах начинают, ай-яй-яй, что делать, какими препаратами обрабатывать. Кто-то сразу собирается обрабатывать системными препаратами. Ну, слушайте, мы вот это в наших квартирах, да. И работать с системными препаратами там, где мы живем, ну, честно говоря, я бы не советовала. Кроме того, смотрите, допустим, берем препарат от Аидиума Топаз. Дозировка 4 мл на 10 литров. Вы его как дома будете разведить? Разводить ядро, потом отчерпывать на вот эту одну растюжку. Ну, это крайне неудобно. То, что точно работает, работает быстро, работает эффективно и, скажем так, не вредит нам – это препараты серы. Это может быть гидросера, это может быть ПФК Лерос. Конечно, можно было бы пробовать Теавиджет, но там же опять пакетик, да, все сухое, и надо микровесы, чтобы микроколичество нам отмерять. Так вот, чем хорош, например, ПФК Лерос? Ну, и, в принципе, та же гидросера. Плюс-минус один и тот же препарат, чуть-чуть по-разному называется. Дозировка ПФК Лероса 40-60 мл на 10 литров. Соответственно, на литр 4-6 мл. Соответственно, на пол-литра 2-3 мл, да? Чем отмерить? Обычным шприцом. То есть, первое – нам просто отмерить. Второе – через 2 часа препарат уже разрушается. Ну, единственное, будет запах. То есть, нам надо, когда у нас плюс-минус дома никого нету, растенится наше, попырскать. 2 часика постоял, хорошо проветрили, и все. То есть, у вас ничего не остается, никаких, скажем так, ядохимикатов, да? Все проветрили, все хорошо. Работает безотказно. Проверено, да, у нас тоже какой-то год было на некоторых молодых саженцах. Аидиум проскакивал. Но, тем не менее, быстренько его убрали. Желательно, если вот сейчас у нас март, середина до высадки у нас еще 2 месяца, середина апреля, середина мая как минимум. То есть, мы его один раз пролечили, он может еще раз появиться. Вот тем же ПФК Лерас, где-то через 10 дней. Обработайте, ну, хотя бы раза 2, а лучше 3. Вот тогда вообще 100% у вас все будет чистенько, все будет идеально. И все будет в порядке, то есть, избавиться от этого легко и просто. Это тоже пульверизатор в каком-нибудь обычном хозяйственном магазинчике или в хозяйственном отделе. Маленький купили, попрыскали и все. То есть, повторюсь, просто, легко. Ну, единственное, чуть-чуть будет запах проветрить. И этого будет вполне достаточно. Конечно же, вопрос, как этого избежать. Самый действенный способ – это не проращивать чайенки слишком рано. Потому что наши квартирные условия, у нас сухой воздух, и растениям некомфортно. И из-за этого получается, что оно ослаблено, и на него очень легко цепляются всякие болячки. Ну, в частности, вот в квартирах аидю, часто гости, других болезней никогда мы не замечали, их нету. А вот аидю, да, может появляться. Бороться легко, но лучше не спешить, не проращивать рано. И тогда вам не придется вот эти вот все танцы с бубнами танцевать. И еще вопрос, да, поскольку вот кто-то сейчас услышит сухой воздух, если будете все время пырскать вокруг, можно ли этого избежать? Да, можно, но это не стопроцентная гарантия. Потому что все равно в наших квартирах создать правильную влажность и правильный микроклимат достаточно сложно. Поэтому самый главный совет, повторюсь, не проращивать слишком рано. Но если вдруг появилось, то пофокалерос, гидросера, это доступные препараты, которыми легко обработать и очень легко эту болезнь победить. Это не страшно. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Желаю здоровья вам и вашим саженцам. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!